Итак, ребята, посмотрите курс создания функций в переменных, но очень подробно, поэтому посмотрите его. Здесь не понять вообще сложно, потому что так разжеванно. В общем, у нас было несколько задач. В предыдущих курсах мы с вами изучили такие вещи, что GC является одним из трех языков, где переменные являются объектом первого класса. Что такое, мы рассмотрели. Сегодня мы применяли одно из этих условий, это то, что функцию можно задать в переменной. Мы этому учились, разбирали синтаксис, но также начали работать с такими вещами, как консоль. То есть мы с вами начали воссоздавать ошибки. Самые простые. У нас должен язык, моя цель, чтобы писал каждый, кто хочет. Поэтому надо полностью осознанное изучение. То есть начали создавать ошибки. Наши скрипты вот отрабатывают. И, пожалуйста, выдала нам ошибку. Мы начали разбираться, как работать с консолью. Вот здесь можно видеть, как хорошо сделать больше. Да, действительно, мы то знаем. Вот оно выделило консоль. Что значит Z, IS, Nodafinet. То есть ошибки не существует. Кроме этого, я начал вас все-таки учить вещам простым, но необходимым. Мы себе в прошлом курсе создали грипп, папку. И сегодня мы начали error. То есть для себя записывать ошибки, воспроизводить их. То есть так как эту ошибку мы знаем, мы четко понимаем, что переменная Z не существует, то мы ее дописываем. Но создаем осознанно еще одну ошибку. Вот видите, у нас после троечки нет запятой. Z присвоим в значение 5. И оставляем здесь, знаем, что будет ошибка. Пробуем, чтобы наш скрипт отработал. Значит, он выдает нам синтактическую ошибку, которую мы тоже записываем и переводим. Для себя переводим. Вот правильно наша ошибочка. Значит, мы ее, конечно же, тоже исправляем. То есть мы учились создавать ошибки и воссоздавать. Именно так запоминается. Не так, что, ааа, ну вот как выглядит северный олень. Нет, ошибку надо, если получили, обязательно ее воссоздать. И это в любом языке. На Python, когда я обучал, я как-то меньше этому уделял внимания. Сейчас очень много. Кроме этого, я начал вместе с вами и для вас, где-то я показывал, ввести... Ну, в общем, шпаргалка здесь в курсе есть. На шпаргалку. Сейчас с вами ввести шпаргалку. Сейчас допишу, в каких курсах мы это рассматривали, чтобы можно было проделать. То есть это будут некоторые вещи, некоторые шпаргалки по JavaScript. Смысл их очень прост. Если есть ошибка, значит можно будет перейти и посмотреть курс. Но тут не все окно влазит. Сейчас я вот все окно влазит. В общем, я хочу, чтобы JavaScript у вас отложился. В принципе, цели намного шире. Вы знаете, у меня зародилась идея написать курс вообще, как изучается язык. Потому что когда первый, второй язык, еще этого не понимаешь. То теперь вот JavaScript я просто показываю, как вообще изучить язык и как любой изучить язык. То есть мы изучаем базу, изучаем подробно, что-то делаем в шпаргалке. Ну, в общем, так можно выучить по этому принципу абсолютно любой язык с вероятностью 99,9, что писать на нем будете. Посмотрите уроки, убедитесь, что это так. Почему? Откуда берется вот эта уверенность? Ребят, метод, как я говорил ранее, это для тех, кто видео начался именно с этого урока. Очень прост. Мы все делаем на практике. Все делаем в среде. То есть каждый момент у нас запоминается не благодаря тому, что мы там увидели где-то в интернете, посмотрели, а все прочувствуем на своей шкуре. Ну, это примерно то же самое, что сам взял, заменил в машине фильтр. Теперь знаю. То же самое и здесь мы делаем. Все проделываем на своей шкуре. Все прописываем. Все воссоздаем. То есть все у нас работает в реальном проекте. И поэтому у нас все запоминается. И мы пошли таким вот путем. То есть чтобы вклиниться в сам JavaScript, надо знать базу. Ну, допустим, мы в дальнейшем то встретим переменные, встретим функции. И прежде чем мы окунемся в сами функции, мы это тысячу раз встретим. Поэтому это нам надо. Это называется база. Базу надо изучить сейчас, а потом уже вклиниваться. Сложного ничего здесь нет, увидите. Все состоит из простых языков, из простых шагов. Итак, кто первый раз, ребята? Есть сайт python-tut. Ссылки прямо в видео. Получить логин и пароль к cpb-tut.ru пожизненно. И, значит, начать с Python. Обязательно. Я сравнение. Так как gc это уже продолжение в Python дополнительно. Вот. Ну и ссылка на курс тоже находится в описании к видео. Так как сам курс находится уже на другом сайте python-tut.ru. Это Django Python Plus. То есть, грубо говоря, Django Plus JavaScript, Django Plus AJAX. То есть мы к Django добавляем, по сути дела, все что угодно. Я могу изменить еще даже это описание. В общем, вы все поняли. Ребят, ну писать будете гарантия. Потому что таких уроков, как сейчас, это вообще супер. Вы знаете, ну люди, которые просмотрели, совершенно далекие от языка. И если уж они говорят, что, Валер, ну действительно, когда сам делаешь и видишь, что происходит, все понятно. Просто, просто, последовательно. Спасибо. С вами Валерий Бусиновский.